Продолжаем говорить на самые интересные и важные темы. Одну из них – результаты работы Федеральной антимонопольной службы в Крыму. Обсудим прямо сейчас. У нас в гостях Тимофей Кураев, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Республике Крым. Тимофей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Тимофей Владимирович совсем недавно, 16 декабря, ФАС России принял судьбоносное для Крыма решение об установлении тарифов на услуги по перевозке грузов через нашу любимую Крымскую Керченскую переправу. Расскажите, пожалуйста, о том, как это решение принималось и что теперь изменится в принципах регулирования тарифов на перевозке грузов через нее. Спасибо. Очень хороший вопрос. Мы болеем все время за нашу переправу, если вы знаете. На самом деле это первое решение, которое вынес федеральный орган по переправе по нашей Крымской. На сегодняшний день я могу сказать, что центральный аппарат наш ФАС занимается восстановлением таких тарифов. И принципы вообще подхода к формированию тарифа и его утверждения изменились в корне. Ну, прежде всего, сейчас прорабатывается вопрос о том, как системно учитывать мнение потребителей тех товаров и работы услуг, которые регулируются с помощью восстановления тарифа. Это касается естественных монополий в основном, но и в данном случае тоже переправа. Мнение потребителей – это цена в результате? Да, конечно. То есть мы всегда спрашиваем того, кто эти услуги предоставляет, но не спрашиваем того, кто их получает. Сейчас, естественно, это не просто потребитель как отдельное физическое лицо, это консолидированный потребитель в виде, может быть, опоры России, РСПП и так далее. То есть, которые в состоянии обобщить и понять, насколько тот или иной тариф, с их точки зрения, кажется обоснованным и влияющим на те или иные затратные части уже, соответственно, потребителей. Это такое новелла, скажем так, вот в этой работе, установление тарифа, и она даст свои результаты, мне кажется, положительные. А чем дело может кончиться? Грузом в результате розненью окажутся? Конечно, и такое может быть, но суть-то, потому что каждый груз, он требует особых условий привозки, да, насыпные или наливные грузы, или особо опасные, они в разных условиях перевозятся. Поэтому, соответственно, мы должны спрашивать мнение не только того, кто эти услуги производит, да, но и другую сторону, так сказать, потребителей этого услуга. Потому что если ее не будут потреблять, эту услугу, то, соответственно, естественно, монополист не будет получать выручку от своих работ и услуг. Это первый принцип, который применяется уже сейчас, на сегодняшний день, при формировании тарифа. Второй очень важный принцип, который здесь был применен при принятии этого решения по установлению тарифа на Керчевском паромной переправе, это уход от оценки затрат, естественно, вот перевозчиков, да, тех, кто оказывает эту услугу. И большая ориентация при установлении тарифа на сопоставимые рынки только в рыночных условиях. А раньше эти затраты учитывались при формировании тарифа? Да, раньше, то есть как получалось, приходила организация, которой нужно установить тариф, и говорила, вот у меня такие, такие, такие затраты, пожалуйста, сделайте такой тариф, чтобы мы могли эти затраты компенсировать. Но это прямой мотив для такой организации увеличивать эти затраты. Чем больше они покажут затрат, тем больше у них будет тариф. Это корень неправильный принцип. Мы считаем, что нужно делать по-другому. Нужно смотреть те же рынки, только в конкурентных условиях сопоставимые. И приближать тариф монопольных рынков к конкурентным. Вот тогда это будет правильно. Это рыночные условия. Тогда мы соблюдем баланс интересов производителей услуг и потребителей этих услуг. Иначе получается перекос в сторону как раз вот производителей услуг. Это второй принцип, который был применен. Я вам могу сказать, что по некоторым видам услуг достаточно серьезно снизились тарифы на предоставляемые эти услуги и товары. А что это за услуги, к примеру? Перевозка. Перевозка всех грузов или отдельной категории? Здесь принцип следующий. Сейчас, на сегодняшний день, то решение, которое было принято, оно больше инфляция минус, что называется, а не инфляция плюс. То есть есть инфляция, которую нужно учитывать в тарифе. Но орган, который устанавливает тариф, еще из этой инфляции вычитает какую-то сумму, если считает, что затраты необоснованы или их нельзя применять при учете тарифа, при расчете тарифа. То есть фактически произошел переход от затратного метода к методу сопоставимых рынков, сравнения сопоставимых рынков. Это второй принцип, который был применен при принятии этого решения. Есть еще третий важный принцип, который тоже новелла некая, раньше он не использовался. Это введение принципа, скажем так, увеличения тарифа только в случае, если, а, хозяйствующий субъект, которому устанавливают тариф, показывает, что он всеми силами экономит деньги, которые он тратит на производство этих услуг. Это закупочная деятельность, так называемая. У нас, к сожалению, часто бывает так. Есть 223-й федеральный закон, который регулирует закупочную деятельность, допустим, ГУПов. ГУПы пишут, конечно, положение, себе правила, по которым они осуществляют закупку, но не всегда соблюдают принципы, к которым закон их отсылает. Это принципы Конституции, 135-го федерального закона о защите и конкуренции. То есть все их правила должны приводить к конкурентности. То есть, условно говоря, надо построить дом, а не покупать самые дорогие кирпичи. Конечно. Вот в этом-то и дело. То есть, если монополе или субъект, которому устанавливают тариф, показывает, что у него закупки, его закупки, его траты происходят на конкурентной основе, он экономит все, что возможно, тогда можно говорить о том, что... Он добросовестный игрок на этом рынке. И тогда можно повышать тариф. И может пользоваться тарифом. Если у тебя повышается объем производства, понятно, что могут быть повышенные затраты. Других вариантов мы не рассматриваем. Тимофей Владимирович, ну вот, тем не менее, при всех тех, так сказать, преимуществах, тех принципах, о которых вы сказали, на выходе крымский потребитель в чем и когда почувствует эти самые преимущества, о которых вы говорите? Сейчас расскажу о преимуществах. Расскажу еще об одном принципах, который мы применили, который касается только нашей переправы. У нас не секрет, что большая часть грузопотока сосредоточена Крым-Кавказ. Но у нас же есть другие порты, о чем мы неоднократно говорили, и их нужно использовать. Это важно не только с точки зрения увеличения грузопотока, который приходит в Крым. У нас недостаточный объем производства для удовлетворения собственных потребностей. Поэтому нам нужно больше завозить, чтобы создать здесь конкуренцию и по ассортименту, и по количеству товара. И поэтому использование других портов, открытие новых линий, ключевое, имеет значение для обеспечения конкурентости среды на полуострове. Это первое. И второе. С точки зрения даже безопасности, одна линия не всегда хорошо. Если их будет несколько, это гораздо лучше. Поэтому решением, о котором вы говорили, федеральный орган еще что сделал? Он унифицировал тариф для различных точек на Крымском полуострове. То есть перевозчику все равно куда везти. В Керчь-Торговый, в Керчь-Рыбный или в порт Крым. Даже если дистанция чуть больше. Для чего это делается? Для того, чтобы загрузить порты, которые сейчас работают на недостаточном объеме. Для этого это и сделано. То есть таким образом мы решаем две задачи. Повышаем свою безопасность и увеличиваем грузопоток. А к чему приведет такое решение? Мы рассчитываем на следующее. Во-первых, там по некоторым позициям существенно снижены тарифы для перевозчиков. То есть фактически это снижение конечной цены продукта на полке. Давайте так говорить. Нам кажется, это конечно не сразу, не в один день. Нужно пройти некие процессы и перевозчикам, и производителям товаров, и продавцам. Но это главный эффект. И второй эффект, конечно, это повышение конкурентности за счет увеличения объема поступаемых товаров на Крымский полуостров. Чем больше у нас будет участников, которые хотят свой товар продать на наших полках, тем больше будет конкуренция. А конкурировать как можно? Качеством, ценой. Мы рассчитываем, что при исходном качестве мы увидим хотя бы удержание цены. Ну, несмотря на все, скажем так, негативные тенденции в экономике. То есть не понижение все-таки, пока речь идет только об удержании. Здесь сложно говорить по поводу повышения и понижения, потому что это очень многофакторный процесс. Его оценить просто вот как-то сложно достаточно. Крымский морской порт, продолжая, так сказать, тему открытий и, так сказать, подвигов федеральной антимонопольной службы в Крыму, он, говорят, антимонопольное законодательство нарушал. И вот по этому поводу возбужденные дела были вашими коллегами по работе в ведомстве. Чем дело кончилось? Или оно еще не кончилось? Ну, на самом деле там несколько дел было. Это никакой не подвиг, это тяжелая работа, скажу я вам. Потому что она требует большого экономического анализа всех составляющих, в том числе и тариф, который применял в данном случае хозяйствующий субъект. Напомню, что раньше тарифы для перевозчиков в портах, для середурных услуг, для услуг порта устанавливали сами перевозчики и, соответственно, губ крымские морские порты. Такое право было дано правительству. Субъекту, субъект его делегировал хозяйствующему субъекту. И это нормально. Но то, что там происходило, нас не совсем устраивалось. Иногда бывало так, что один и тот же тариф брали дважды. Бывало, что незаконно какие-то дополнительные платы вводили для перевозчиков. Мы по всем этим случаям разбираемся, часть дел завершена. Но мы будем разбираться и дальше еще, потому что где-то два дела у нас не завершенные. По одному из фактов у нас пока предупреждение. Если крымские морские порты не выполнят это предупреждение, конечно, будет возбуждено дело. Дальше мы их рассматриваем. После того, как если в случае, если мы признаем все-таки факт нарушения этим монопольным законодательством, мы возбуждаем административное дело, в ходе которого уже рассчитываем величину штрафа, который хозяйствующий субъект должен заплатить. Ну а как она рассчитывается? Будет пропорционально каким-то суммам? Или там будет фиксированная сумма? Вот тут как раз все зависит от вида нарушения. То есть законом предусмотрено, что по некоторым видам нарушения фиксированная сумма, точнее вилка от 500, допустим, до миллиона. И по некоторым видам нарушений это процент. От выручки за произведенную услугу. Берется вся выручка за год и от нее от 0,5 до 1,5%. Это серьезные штрафы. Понятно, что мы говорим, что каждый, кто привлечен нами к административной ответственности по результатам расследования, вправе обратиться в суд и обжаловать наше решение. Но, кстати сказать, мы подвели недавно статистику по судебным нашим делам. Где-то 7,7% всего лишь отменено решение по судам наших. А люди, которые, условно говоря, пострадали, либо, например, юридические лица вследствие злоупотребления на этом рынке услуг, они после того, как вы выиграете суд, имеют право обращаться за компенсацией соответствующей? Юридически такая конструкция заложена у нас в законодательстве, она имеет место быть. Но практически это мало применяется. Почему? Потому что нет групповых исков, нет у нас еще этой практики. Но вы, когда пойдете в платежный терминал, заплатите, допустим, 10% за денежный перевод, ну скажем, да? И потом вдруг антимонопольный орган скажет, что это очень много своим решением. Вы из-за этих 10 рублей, ну вы меня извините, вы в суд не пойдете, потому что это пошлина, это время и так далее. Но, вот, например, как это делается в Северной Америке. Там есть специальные юристы, которые специализируются на групповых исках. Они собирают всех обиженных и от всех обиженных подают в суд на возмещение незаконно полученных денег. И уже получая потом сумму по суду, распределяют между всеми заявителями. У нас это пока вот не работает. Я надеюсь, что все-таки мы придем к тому, что этот институт заработает, он очень будет здорово дисциплинировать как раз вот нарушителей. Спасибо большое, Тимофей Владимирович, за ваше напутствие в адрес нарушителей и за комментарий. Компетентная удача в работе. Спасибо. Но мы не прощаемся с вами, продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова